А таких даже в недавней истории Иркутска было предостаточно. Многие идеи, связанные с решением тех или иных транспортных проблем, так и остались лишь на бумаге. Многие по причине изрядной дороговизны, другие потому, что не учитывают реальную ситуацию на магистралях областного центра. Несколько примеров нереализованных проектов по развитию дорожной инфраструктуры города озвучим прямо сейчас. Заметно выросший за последние годы автомобильный поток в Иркутске постоянно подталкивают городские власти к разрешению вопросов с дорогами и развязками. Но не всегда планы удается реализовать. Так, в середине 2000-х годов планировалось продлить улицу Карла Маркса по эстакаде до связки с улицы Радищева. По аналогичной схеме ожидалось соединить также улицы Рабочая и Рабочего штаба. Такая схема позволила бы вовсе отказаться от Маратовского кольца и построить двухуровневую развязку с большей пропускной способностью. Но проект так и остался лишь на бумаге. Также долгие годы решалась судьба академической развязки. Лишь в середине февраля текущего года был утвержден ее будущий тип, так называемый клевер. Съезд с академического моста будет трехполосным в оба направления. А на улице Лермонтова построят путепровод или тоннель. Однако были предложения и о строительстве двухуровневой развязки. Она позволила бы на десятилетия разгрузить этот городской участок. Однако стоимость такого проекта уже намного выше, поэтому об идее поспешно забыли. Есть и другие болевые точки на дорожной карте города. Так, который год автомобилисты предлагают дать им возможность уходить с Глазковского моста влево в сторону академического городка. И со стороны железнодорожного вокзала напрямую в Ленинский район. Но пока никаких сдвигов и в этом вопросе нет. Однако, учитывая масштабную реконструкцию развязки на Джамбула, возможно, власти прислушаются к мнению людей. Олег Федоров, новости по будням.